Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградарь и по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Приближается время цветения винограда, немножко поговорим об этом процессе, поговорим о том, что нужно делать перед цветением, во время цветения, чего не нужно делать, что можно делать и так далее. Нужно ли убирать часть нижних листьев во время цветения? Вопрос очень спорный и мнений на него существует множество. Кто-то вам будет говорить, что нет, ни в коем случае нельзя, лиз же кормит гроздь, плохо тогда все будет развиваться. Возможно. Но, смотрите, я специально сейчас стою возле этого куста. Виноград растения ветроопыляемые. Видите, как здесь у нас все плотненько. Да, и есть вероятность, что в такой густоте опыляться будет плохо. Ну, потому что ветру тут негде разгуляться. Конечно, кто-то скажет, а зачем так густо растеять? Вот. Мы так хотим, мы так густы грузим, мы максимально используем те площади, которые у нас есть. Но у нас есть еще и особенности сезона. Смотрите, вот та плоская шпалера. Да, там все плотненько. А здесь, здесь вообще печаль. Да, померзла. То есть мы понимаем, что куст нам надо нагрузить. И, следовательно, вот там, где густо, ну, мы стараемся по возможности, конечно, максимально оставить. И что мы получаем? Мы, опять же, получаем, да, вот некоторые загущения. И вот в таких условиях загущения, конечно, лучше часть листьев убрать. Потому что, если вы их не уберете, да, и у вас плохо все пылится, то вот эти лишние, нежние, ну, им кормить будет некого. То есть, смотрите, мы как бы из двух узлов выбираем меньше. Конечно, я никого не призываю вот так вот выращивать густо, как мы. Это делаем мы. Вы можете там и через 30 сантиметров оставлять побеги, и у вас такой проблемы может вообще не возникнуть. Ну, если у нас густо, в цеплице, возможно, такая ситуация, то, конечно, часть листьев имеет смысл убрать. Но не надо оголять сильно. Смотрите, вот, допустим, у нас тут такая вот красота. Кстати, вот это, вот это у нас пасынок. И у... Ага, тут раздвоенный побег. Ладно. Ну, вот смотрите, вот, вот этот листик, например, мы убираем, или вот этот. Да, и уже мы открываем несколько гроздей для проветривания. То есть, чуть-чуть, буквально вот там один листик, там один листик, и все, этого будет достаточно. Для того, чтобы опыление прошло лучше. Но, повторюсь, нужно это делать. Вот только в том случае, если у вас густо. Если пристенки и достаточно густовато, да, в таком случае можно и нужно это сделать. Если все достаточно реденько, ну, вот, например, как на той плоскости, да, то в этом нет необходимости. Следующий вопрос, нужно ли прищипывать верхушки побегов для лучшего опыления. Опять-таки вопрос очень спорный. И в литературе, как бы, кто-то говорит, что да, это работает. Кто-то говорит о том, что это не работает. Кто-то говорит, что это работает только на одних сортах и не работает на других. Поэтому понять, надо ли это вам, вы можете только опытным путем. Берете, там, 2-3 побега, прищипываете верхушки. Верхушки не обрезайте сильно. А вот только точку роста. Самую-самую. При этом, если у вас уже пошли пасынки, то хотя бы у одного пасынка, у верхнего, тоже точку роста оставьте. Не надо ее прищипывать. Но об этом будем разговаривать в видео про пасынки. И пометьте эти побеги. А потом посмотрите, есть разница в опылении или нет. То есть вот только так, опытным путем, вы сможете понять, вам это надо или нет. Для вас это актуально или нет. Потому что такой, ну, реально вопрос спорный. Что еще хорошо делать перед цветением? Если у нас стоит жаркая, сухая погода, поливать. И поливать не просто под корень. Смотрите, с одной стороны, растение, да, оно нуждается во влаге. Сейчас у него самый период активного роста. Если у нас стоит жаркая, сухая погода, то нам нужно поливать. Раз. Второе. Если во время цветения стоит жаркая, сухая погода, то может плохо идти опыление. Потому что плохо прорастает пыльца. В цветочке все сухо, оно там не может прицепиться. Ну, не буду вникать в подробности, да. Просто услышите, что опыление в сухую, жаркую погоду происходит плохо. Но если мы поливаем, ну, как-нибудь вот так, на землю вокруг, мы создаем влажность вокруг наших растений. Соответственно, они лучше опыляют и лучше растут тоже. Потому что лист хорошо работает тоже при определенной влажности. Поэтому, если есть возможность, и у вас давно не было дождей, то поливать имеет смысл. Перед цветением. Во время самого цветения, опять же, если очень жарко, то, в принципе, тоже можно поливать. Ну, не надо там вот, как бы дождевание, а вот каким-нибудь таким способом вокруг, да, не только под корень, но и вокруг, создавая им хотя бы немножко влажную среду. И еще некоторые сорта, они очень отзывчиво напали во время цветения. Например, красотка. Вот ее там, по отзывам, чуть ли не заливай водой, и тогда она прекрасно опыляется, и все у нее замечательно. Какие еще сорта, я вам назвать не могу. Это все надо проверять опытным путем. Обработки, вот вы спрашивали, часто на участке происходит так, что вот один зацвел, да, еще даже не полностью, начинают распускаться цветочки, а другие еще только готовятся к цветению. Обрабатывать или нет, что делать? Смотрите, тут, конечно, хозяин-барин. Решение принимать вам на основе чего? Первое, это погода, насколько она как бы опасна по заболеваниям, либо не опасна. Второе, как ваши кусты себя чувствовали в прошлом году? Да, и, ну, к примеру, к примеру, мы вообще ничем не обрабатывали, вот пока что до цветения, при этом наши кустики себя вообще замечательно, прекрасно в прошлом сезоне чувствовали. Они не болели, все хорошо, ну, можно подождать. Раз. Причем, смотрите, нам, основные обработки у нас вообще начинаются после цветения. Начинаем работать против мили и против аидиума. Но одну обработку против аидиума, я вам ссылку на ролик по обработкам оставлю, на схему того года, посмотрите, пожалуйста. Так вот, против аидиума мы можем обработать еще и перед цветением. И против гнили тоже. Вот если у нас были гнили в прошлом году, тогда есть смысл обработать перед цветением. И, например, мы понимаем, да, что вот все-таки нам обработка нужна, но кто-то уже зацвел. Ну, правильно, правильно обработать все, кроме этого куста. Некоторые виноградари, например, обработку перед цветением, считают так, что вот первые колпачки с цветочков упали, значит, вот начинаем обрабатывать. Мы это не поддерживаем. Но, опять же, ну, кто вам закомандует? То есть вы так как посчитаете нужным сделать, так и сделаете. Конечно, лучше, лучше пройтись все, да, и этот кустик, который цветет, не трогать. Если у вас, например, половина, зацвела половина, не цветет, ну, немножко удобнее. Можно обработать одну половину, да, а потом обработать вторую. Конечно, придется два раза походить с опрыскивателем, ну, что поделать. Ну, либо, если у вас вообще все было классно, все было хорошо, значит, ждем, когда все отсветет, и тогда начинаем обрабатывать. Ну, а решать по итогу вам. И еще, нужно ли делать нормировку гроздями до цветения? Смотрите, вот у нас на побеге раз, два, три гроздочки. Кто-то говорит, что, конечно, нужно убирать часть гроздей до цветения, потому что, ну, вот тогда и пылиться лучше, и так далее. Смотрите, на что мы обращаем внимание. Первое, это на сорт. Вот сейчас, это побег Лондон-Уар. Лондон-Уар гроздь 90 грамм. 90 грамм. Какая нормировка гроздями? Он тут 10 этих гроздей при его силе роста вытянет. И нормировать его гроздями, ну, вообще никакого смысла нету. При его нормальном состоянии, при его силе роста. А вот это побег Нитурана. Три гроздочки. Да, и побег, видите, какой? Ну, 20 сантиметров. Он маленький, он слабенький. Даже вот его более сильные побеги, да, но все равно он себя не очень чувствует. В таком случае одну верхнюю гроздь имеет смысл убрать. Возможно, тут еще нормировка и побегами нужна. Но это не тема нашего сегодняшнего ролика. А сегодня мы говорим о цветении. То есть, если мы знаем, что куст слаборослый, гроздей он заложил много, да, имеет смысл вот верхнюю убрать. Возможно, мы потом уберем еще одну. Посмотрим. Вот сейчас просто погоды были неблагоприятны, поэтому кустам надо разгонка, скажем так, да. Не надо время, чтобы прийти в чувство, поэтому мы с нормировками не спешим. Ну, здесь, смотрите, зилга. Зилга обычно до четырех гроздей на побег закладывает. Вот раз, два, ну, вот на данном побеге три. У нас с зилгой мощный, хороший, старый куст. Вот, вот он. Он прекрасно этот ружай вытягивает, поэтому что-то здесь убирать вообще не имеет смысла. Ни до цветения, ни после. Ну, вот здесь у нас киш-миш запорожский. У него, смотрите, раз, гроздь. Вот, рядышком. Два гроздь, и еще сверху три. Ну, для запорожского три точно много. А вот эту верхнюю мы уберем. А вот те мы будем смотреть, когда она цветет и опылится. Опять же, наш опыт говорит о том, что, ну, теория, теория гласит, что нижняя гроздь обычно опыляется лучше, чем верхняя. Но наш опыт говорит об обратном. Много раз мы видели совершенно противоположную ситуацию. при этом во время цветения тоже могут быть всякие неблагоприятные явления. Один год у нас вот запорожский как раз цвел и прошел град. И просто цветы смыло, пыльцу смыло, все смыло. И, понимаете, если мы их пронормировали, мы вообще остались ни с чем. А так, ну, да, были грозди страшненькие, но что-то было. Поэтому, если у нас грозди большие, если мы знаем, что это вот сорт, который такой крупноплодный, две грозди до цветения есть смысл оставить. Третью, четвертую, да, можно убрать. но тоже, если вы знаете, что этот сорт хорошо опыляется, если вы знаете, что у него есть какие-то нюансы, либо понимаете, что может там с погодой что-то быть, не то. Мы прогнозы, в принципе, все смотрим, то можно оставить. Например, если грозди четыре, можем оставить три, а потом убрать лишнее. Если грозди три, но мы точно знаем, что всегда вот сорт хорошо опыляется, все у него всегда замечательно, значит, третью убираем, да, а первые две оставляем, и потом уже будем нормировать урожаем после цветения. Конечно, если вам хочется, если вы считаете более правильным убирать грозди до цветения, пожалуйста, ваше право. Мы действуем по-другому. И еще вы часто спрашиваете, нужно ли подкармливать микроэлементами перед, во время цветения, нужно ли, можно ли использовать всякие стимуляторы цветения, как гиберелин, как зависть бутон. Ну, это все одно и то же, да, просто в зависти бутон уже отмерено определенное количество вот этого самого гиберелина. Значит, касательно микроэлементов кто-то советует использовать бор перед цветением, в принципе, бурную кислоту используют на многих растениях, в том числе на помидорах, мы не используем вообще ни на чем. Ни на томатах, ни на винограде вообще мы этим не балуемся. Микроэлементы в комплексе иногда мы используем в баковой смеси при обработках. Ну, последние годы как бы немножко не до этого, да, то есть специально не используем. предпочитаем кормить под корень, навозом, там есть все. А касательно всех вот этих вот гиберелинов, завязей, бутонов, тоже повторяюсь, мы не используем. Можно ли? Ну, кто вам запретит? Нужно все. Другой вопрос, нужно ли? Надо понимать, что вот этот вот гормон, гиберелин, он действует на разные сорта по-разному, в зависимости от дозировки, он тоже действует по-разному. Кто-то работает на выдвижение грозди, когда грозди слишком плотно у винограда, то в определенный момент, обрабатывая гиберелином, можно ее, скажем так, растянуть. Ну, тогда ягодки не будут давить друг друга. Кто-то использует для лучшего опыления. Ну, повторю, что мы не используем, мы не видим в этом смысла. Советуем ли вам? Ну, решать, опять же, только вам. Если вы понимаете, для чего вы это делаете, это одно. Если вы хотите, не знаю, просто попробовать, или потому что кто-то сказал, что это классно, ну, подумайте, прежде чем сделать. И, вот, совет, если решите, то не обрабатывайте весь куст. Потому что, опять же, тот же гиберелин может действовать в обратную сторону. то есть, разные сорта, они могут реагировать по-разному. Если вы не хотите получить неприятный сюрприз, попробуйте пару гроздей, пометьте их себе ленточками, да, посмотрели, вот это обработали, это не обработали. Вы уже будете понимать, в конце сезона действительно это работает, либо не работает. Надо вам это или не надо, ну, опять же, чтобы не было неприятного сюрприза. Моя рекомендация такая, вы же, как считаете, нужно, все равно так и сделаете. Но, повторюсь, мы ничего из этого не используем, не видим в этом смысла. Надеюсь, видео было вам полезным. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч!